МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии и працея Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. До помога шмадетным мате, инвалидам и бездетным парам в Беларуси затверджены новые меры подтримки. Увага, дети! На наступном тыдне распочнется комплекс специальных профилактических мероприемств. Невядомый Ван Гог, новая экспозиция з'явилась у картинной галереи Гаурила Вашчанки. А зараза б этим и иншим больше подробязна. До помога шмадетным мате, инвалидам и бездетным парам в Беларуси затверджены новые меры подтримки тех, кто мает этим особливую потребу. Отповедные нормы замоцованы в указах президента Александра Лукашенки. Например, шмадетные матьи смогут различовать на снижение страхового стажу при наличении працонных пенсий. Какие еще способы подтримки грамадян будут денечить в Украине? Разбиралась Марина Джалая. Валючая некоторых беларусов пытания по меру страхового стажу для выплаты пенсии. Новый указ президента облегшую ситуацию для шмадетных мать, которые выховывают четверых детей и они старейшие за 8 годов. Женжинам будет скороченный страховый стаж для працонной пенсии до 10 годов. Для остальных категорий этот стаж уже 18, а до конца пятигодки будет 20. И еще один нюанс. У агульных стажей выйдут не 9, а 12 годов декрета. Пытания по меру стажу и пенсии вострее и для широкого инших категорий. Зараз им так само будет легче. Инвалидам первой и второй группы, которые находились на инвалидности не менее 10 лет, до достижения пенсионного возраста снижаются требования по страховому стажу для назначения пенсии по достижению пенсионного возраста пропорционально времени нахождения на инвалидности. Что касается инвалидам с детства, то им также есть изменения. На пять лет снижаются требования по стажу работы, которые необходимы для назначения досрочной пенсии по возрасту. Женщинам с 20 до 15 лет требуется стаж, а мужчинам с 25 до 20 лет. Кроме того, с первого вирусня изменится, что месячная адресная допомога малозабеспеченным шмодетным семьям. Причим отримливать ей можно будет на протягу года, а не шести месяцев. Один из указов замоцовал и надбавки для супрацовников державных установ социальных обслугований, работа оких ускладнилась за пандемией коронавируса. В Гомельской области 14 интернатных установ и 9 отделений круглосуточного знаходжения. Там живут каля трех тысяч человек. Каб минимизировать расповсюдживание инфекции, интернаты перевели на вахтовый метод працы. Работники находятся там по 14 дн. 18 мая главой государства подписан указ о материальном стимулировании данной категории работников. Указом предусмотрены доплаты за работу в условиях вахтового метода. Доплаты данные дифференцированы в зависимости от категории работников и степени работы с инфицированными больными. И добра новина для семьи, которая марает об уластном детстве. В новый указ включена одна бесплатная спроба экстракорпорального оплодотворения. Допомогу окажут адресно. Узрос женщины должен быть до 40 лет. Так же нужно иметь медицинские показания. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио, компания «Гомель». Організація адвокацийного процесса в условиях пандемии складаны о питании сегодняшнего времени. Многие учебные установы знали выезды у дистанционности. Но как быть студентами и наученцами технических и инженерных специальностей, для которых отработка навыков на практике появляется необходимость. Наша сдымочная бригада наведала Белорусский государственный университет транспорту. Мета – продемонстровать иншую грань организации научного процесса в новых условиях. Университет працует на полную силу. Студенты рыхтуются до сессии. Каля 14% наученцев отсутствуют. Причины самые разные. Установа быцем живет своим обычным жизнью. Тем не менее, все памятают об эпидемическом становище и выполняют необходимые меры, чтобы собрать себя. Конечно же, те меры, которые мы предпринимаем в организационном плане, они включают полный комплекс мероприятий по дезинфекции помещений, по дезинфекции ручек дверных, по дезинфекции поверхностей, которые находятся в университете. Обязательное проветривание проводится. Об здоровье людей тут клопотятся. Отповедно распоражению ректора, каждый день начинается с проверки самоотчувания наученцев. Любый, у кого есть предметы захворывания, повинен звернуться в медицинскую установу. На сегодня 6 студентов и 3 процедуники университета мают коронавирус. После выявления выпадка у заражения, санитарные меры усмотнили. Контакты первого узровня у обовязковым парадку изоляваны. Контактники, которые проживают в интернате, находятся во установах охолы здоровья. Усё дели того, как не подвергать рызыцы соседям, потенциального хворога. Ношение масок керавництва университета безумовно одоброе. Ты носишь маску. Это твое осознательное решение? Да. Нет, никто меня не заставлял. Это осознательное решение. Ну, потому что немножечко побаиваюсь заразиться. Очень страшно, конечно же, за себя и за своих близких, потому что никто от этого не застрахован. Конечно же, хотелось бы, чтобы носили маски, чаще руки мыли. Хваливание за себя и близких есть у каждого. Але усе разумеют, что життё не спиняется. Треба учиться, сдавать экзамены, уладковаться на первую в житті працу. Для студентов Белдута изоляция может створить перешкоды на шляху профессийного роста. Ступень отказности их будущая праца занадто высокая, как бы отмавляться от практики. Головное – берахчи себе. А керавництва университета ему гэтам допоможа. Миколай Скенсиян, Яугин Макеенко, телерадо и компания «Гомель». А почние звонки прозвенять у школах «Гомельщины» 30 мая. А с 1 червеня начнутся выпускные экзамены. Для навученцев 9 классов вызначено три даты для сдачи выпробований. Другой, 4 и 9 червеня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусской и русской мовах, выконуют контрольную работу по математице. В учни 11 классов будут писать переказ по белорусской або русской мове на выбор, выконуют контрольную работу по математице, сдадут в устной форме экзамены по истории Беларуси и замежной мове. Для проведения письмовых выпробований у выпускников вызначены 1, 3 и 5 червеня. Ручения тестатов об агольной средней адукации организуют 10-11 червеня во урочистой обстановце. И у протяг темы. Министерство адукации затвердило новые даты проведения централизованного тестирования. И оно начнется 25 червеня с экзамена по белорусской мове. 26 и 27 червеня отбудется ЦТ по русской мове. Громодознавство проведут 29, а тестирование по математице призначали на 1 и 2 липеня. Далее пойдут биология и замежная мова. 4 и 6 липеня отповедна. Экзамен по химии пройдет 8 липеня по физице 10. Сдать гисторию Беларуси абитуриенты смогут с 12 липеня географию 14-го. Завершится тестирование 16 липеня экзаменом по сусветной гистории. В ипробовании пройдутся отповедности с рекомендациями Министерства Аховы Здоровья. Управление ДАИ поведомляет. С 25 мая по 5 червеня у Беларуси пройдет традиционный комплекс профилактических мероприемствов «Увага, дети». У этой период вадители повинны притримливаться правила, у которых регламентуют рух с включенным близким светлом фар, и проявлять повышенную увагу на дороге. А кроме того, супрацовники ДАИ проведут мероприемства по работе с юными удельниками дорожного руха, школьниками и студентами, как нагадать про правила безопасности. С начала года на дорогах региона отбылось 15 ДТЗ с делом неполнолетних. 16 подлетков отримали травмы. Завтра выротовальники проведут онлайн-экскурсии по музею пожарной справы. Супрацовники МНС расскажут про историю ведомства на территории Беларуси и Гомельщины. Начаток трансляции в 11 часов в социальных сетках. Так само завтра можно отримать консультации по теме правилу безопасной жизнедейности. На пытание откажет начальник Центра безопасности и взаимодействия с громадкостью Гомельского областного управления МНС Денис Круг. Нумер телефона 562513. Тема безопасности протягнется у научной гульни с 10 до 11. Долучиться до ЯЕ можно у скайпе. Подробязности на сайте МНС. А 23 мая промоэфира организуют с пожарной вары навратовального отрада. Глядачу познайомят с медицинским автомобилем, покажут, чем он укомплектованный и куда выезжает. А так само дадут рекомендации по оказанию первой допомоги. Комитет держконтроля Гомельской области проводит черговую гарачую линию. На этот раз жихары регионы смогут задать специалистам пытания, связанные с выполнением законодательства об взворотах громадян и юридичных особ. Промоэлиния отбудется завтра. Телефоновать треба с 10 до 11. По номеру телефона у Гомели 23-83-69. Память об классиках белорусской литературы. Бирожливо заховывается прозгоды. Мурал, звоявая Ивана Мележа, з'явился у Мазыры по улице Ленинская, 22. Место для граффити выбрали не выпадково. Насу процтеатра, який носит имя народного письменника. Под портретом литератора размещена одна з'яго цитат. Мова – гэта вяликий народный скарб. Эта работа предполагалась, видите, тут окна, как будто Мележ среди нас, как будто он такой же человек, житель нашего Мозыря. Ну и такая идея основная была. Отдел архитектуры и будовництва Мазырска-Гарайвы-Канкамы, разглядая пытанья об тем, как бы явы знакомитых людей, з'явилися на інших будинках города. У планах увековечить память героя Советского Союза, прадженца Мазырского района Михаила Котлауца. Невядомый Ван Гох. Нареште у гамельчаных гостей города з'явилася макчимость убачить творы вядомого во всем свете Мастака. Конечно, разумовая дзе не про оригиналы шедевров, які каштують миллионы долларов, а про якосные лишбовые репродукции. Новую экспозицию у картинной галереи Гаврила Вашенки наведала Ганна Корольчук. За свое життя Ван Гох написал больше за 2000 творов, 930 картин и 1100 малюнков и эскизов. При житии Мастака они шиновались мало, а сегодня означаливают списы самых дорогих шедевров живопису. Публицы знаемые только самые знакомитые – косачи, слонечники и вядомыш «Взорная ночь». На дадзиной выставе представлены як знакомитые сюжеты майстра, так и маловядомые, але не менш цікавые картины. По их можно просачить увесь творчий шлях Ван Гоха. Усе копии выконаны у техницы жикле. Это такая личбовая репродукция, друкованная копия, якая передае усе нюансы, колеру, фактуру и характер мазка. У адрознений от копий, якие робят Мастаки аллеям, это не имитация шедевра, а факсимильное узнавление оригинала. Выявы заховывают навыд такие уникальные особливости полотна, как кракелюр, або волосинки, якие выпали с пензля Мастака. Колесо 70 работ супроводжаются описанием сюжета у их истории створения кожной картины. Наприклад, на ведвольнике доведаются, чему Мастак покалечу себе, и на вождь от люстрового начисленный обуток, або кресла своего сябра Поля Гайена. Любой посетитель, профессионал и просто любитель искусства может прийти и ознакомиться сам лично, либо с помощью экскурсовода, со всеми экспонатами выставки. В нашей галерее проходит очень много ярких и необычных проектов, проектов с такими известными именами, как Пабло Пикасо, как Анри Матис, как Тулус Латрек. И вот в этом году мы привезли и подготовили проект «Неизвестный Ван Гог». Поэтому каждый посетитель нашей выставки сможет выложить в социальных сетях замечательную фотографию с текстом «Водил меня Серега на выставку Ван Гога». Эта выстава ранее экспонавалась в Москве, Санкт-Петербургу и Минску. Познайомиться с творчестью знакомитого голландского мастака в Гомеле можно до 14 червеня. Ганна Карачук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Выращивал дома коноплю и был задержан сотрудниками наркоконтроля. В агрогородке «Березки» Гомельского района правоохранители взяли местного жителя, который у себя в квартире отвел комнату под выращивание конопли. Чтобы марихуана была достойного качества, 30-летний растениевод все организовал как надо. Одной из секций мебельной стенки переоборудовал под мини-оранжерею, обшил ее изнутри фольгированным утеплителем и смонтировал систему освещения из восьми ламп. В ходе обыска оперативники нашли у мужчины также пять пластиковых контейнеров с веществом растительного происхождения и приспособления для курения травки, в котором находилось несколько граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Примечательно, что к моменту задержания хозяин оранжереи не работал, однако недели ранее еще трудился на одном из местных сельскохозяйственных предприятий в должности химика, откуда недавно уволился. Милиционеры совместно со следователями выясняют, собирался ли он зарабатывать себе на жизнь с помощью своего домашнего хобби. К трем годам лишения свободы и штрафов 100 базовых величин приговорил суд Добружского района мужчину, который похитил икону из храма Пресвятой Богородицы в деревне Дубровка. Напомним, в сентябре прошлого года мужчину задержали оперативники, когда тот ожидал на кладбище такси, чтобы скрыться с похищенным имуществом. Особую ценность представляет чудотворный образ скоропослушницы, написанный в начале 20 века. По оценке государственной экспертизы, эта икона стоит 20 тысяч белорусских рублей, но российский коллекционер готов был заплатить вору куда большую сумму. За минувшие сутки на территории Гомельской области произошло три пожара, повреждены два строения. Ликвидирован один торфяной пожар в Реческом районе. Восемь раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. Вот так стал выглядеть балкон жителя Рогачева после того, как хозяин проявил неосторожность при курении. Повреждены стены, потолок и хранившиеся там вещи. Но мужчина не пострадал. Городской поселок Октябрьский на фото то, что осталось от старого корпуса местной школы. Деревянное здание долгие годы не эксплуатировалось. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. К слову, это был не единственный пожар в нежилых строениях. В Добружском районе огнем уничтожена крыша кирпичного дома. Спасатели полагают, источник огня могли занести посторонние лица. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто и оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Накануне стартовал 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги, причем открылся он центральным поединком. Брестская Динамо принимала Батем. Борисовчане победили 3-1 и укрепились на первой строке турнирной таблицы. Мозырская славя свой матч 10-го тура проведет завтра соперник Городея. Игра пройдет на поле стадиона «Юность» в Мозыре и начало в 18.00. В турнирной таблице команды «Соседи». 11-е место у Городея и 12-е у Мозырян. У обеих дружин по 11 набранных баллов. В эту субботу пройдут поединки пятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги. В этом дивизионе нашу область представляют пять команд. Это Жлобин, Рогачевский Днепр, Житковический Миллиоратор, Петриковский Шахтер и Гомельский Бумпром. 22 команды во второй лиге разделены на две группы по 11 дружин. Каждая проводит двухкруговой турнир. Команды, занявшие первые три места по итогам регулярного сезона, играют в плей-офф. Тоже в два круга по три матча. Победители серебряный призер напрямую попадают в первую лигу. Бронзово играет стыковой поединок с командой, занявшей 14-е место в первой лиге. В этом сезоне задача серьезная. Хотим бороться за высокие места. А конкретно это попасть в зону плей-офф. Это будет трудно, но все возможно. Я думаю, что в этом году собралась очень хорошая команда в плане и профессионального поигравшего, и в плане дисциплины. Поэтому я думаю, что эта задача достижима. После четырех туров Гомельский Бумпром находится на третьей строчке турнирной таблицы группы «Б». Команда появилась в феврале 2016 года. Гомельчане стали победителями первенства и чемпионата Гомеля. И в 2018 году заявились во вторую лигу. Правда, продержались там всего год. Тогда команде не хватило опыта. В прошлом году Гомельский коллектив вновь заявился во вторую лигу и в этот раз твердо намерен попасть в первую. Опыт столичных кромкачей, которые за три года поднялись в элиту, дает надежду на успех. Для футболистов, которые всегда ставят перед собой максимальные задачи. Они хотят играть и в высшей лиге, и в первой лиге. И они воспринимают вторую лигу как подъем, пьедестал, чтобы развиваться дальше. Бумпром – это детище компании с одноименным названием, которая занимается производством и реализацией обойной продукции. Предприятие покрывает расходы на выездные матчи, аренду стадиона и инвентарь. Мечи предоставляет Белорусская Федерация Футбола. Игроки работают на энтузиазме. У всех есть основное рабочее место. Возглавляет команду Кирилл Ященко, в прошлом футболист юношеской команды Гомеля. В составе Бумпрома бывшие футболисты дублей, воспитанники спортивных школ и просто любители. Приходить на тренировки для галочки не пройдет. Таким людям нет места в команде. Достаточно много людей разных приходило в команду. Хотели в эту команду попасть все, потому что команда была новая. Никто ее не воспринимал всерьез. То есть это воспринимали как будто какой-то дворовой уровень. Вторую лигу не воспринимают так, как могут посмеяться над ней. Но на самом деле это все не так. Вторая лига – это люди, которые не совсем получилось в больших командах. Они могут со второй лиги, опять же, начинать со второй лиги и попасть в первую лигу, в высшую лигу. То есть такие случаи были даже в нашей команде. Когда человек без команды приходил, играл буквально полсезона и попадал в первую лигу. Ближайший поединок – матч пятого. Тур национального чемпионата Бумпром сыграет с Петриковским шахтером. На стадионе из Дюшор номер 8 в Гомеле. Начало в 13.00. Что касается остальных представителей лиги, то жидковический миллиоратор поедет в гости в Зельву к местной Чайке. Ажлобин на своем поле примет Рогачевский Днепр. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.